В эфире программа «Тюменская арена». Здравствуйте! Меня зовут Максим Яковлев. Я рад всех приветствовать в эфире «Тюменского времени». В ближайшие полчаса говорим о спорте, естественно, с акцентом на наш регион, но выберемся и далеко за его пределы – от Катара до Северной Америки. Давайте начинать! Сегодня в Катаре завершится чемпионат мира по футболу. И невозможно представить более голливудского сценария, чем тот, что воплотился в жизнь. Сборная Аргентины сразится с действующими чемпионами мира из Франции. Но именно так эту вывеску не видит почти никто. Станет ли чемпионом мира Лео Месси? В этой фразе вся суть того, что в течение месяца происходило в Катаре. Аргентинский волшебник всегда был популярен, но в этот раз Месси Мания бьет все рекорды. Почему? Давайте разберемся! Изначально чемпионат мира подавался как последняя дуэль двух гениев – Месси и Криштиан Роналду. Но последний сначала был слишком занят скандальным интервью, затем попытками доказать касание своего волоса и отобрать гол у партнера по сборной. В итоге сначала вылетел из основы Португалии, а затем с Мундиаля. Идеально сравнение двух эпох последних 15 лет выглядит вот так. Так что теперь чемпионат мира – турнир одного футболиста. На своем пятом Мундиале в 35 лет Месси идет за тем единственным титулом, который пока, по мнению многих, не дает ему уже совершенно точно занять трон лучшего игрока всех времен. И кажется, даже сам Марадон с небес просит его это сделать. Катари – настоящий культ Лео. За него приезжают болеть со всех точек планеты. За него переживают все футболисты, кроме игроков той страны, которая станет его следующим соперником. А вылетев, и они начинают желать удачи Месси. Как уничтоженный аргентинской десяткой, будущий, по мнению многих, лучший центральный защитник мира – Ёшка Гвардиол из Хорватии. А вот что говорят другие легенды. Интересно, что Гарри Невилл, Уэйн Руни и Тони Кросс в свое время играли вместе с тем же Роналду, но сейчас и они единодушны во мнении. Месси поддерживают бразильцы, пусть это и самый принципиальный соперник Аргентины. За Лео даже представитель Голландии Кларенс Зейдеров. А ведь именно эту страну великий выбил в четвертьфинале в лучшем матче этого чемпионата мира. И как выбил. Вечно спокойный Месси был реально зол. Кричал на соперников и судью. И возможно, самое слабое по составу из тех пяти вариантов сборной Аргентины, с которыми он играл на ЧМ, видя такого лидера, выжимает из себя все и готова умирать за капитана. А за Лео после такого матча начали болеть даже главные плохиши мирового футбола – Марко Матраци и Златан Ибрагимович. Месси настолько велик, что успевает вдохновлять другую легенду. Мама Александра Овечкина рассказала, что в ночь перед тем, как оформить хет-трик ворота Чикаго и покорить невероятный рубеж в 800 шайб в НХЛ, ее сын смотрел полуфинал Аргентина-Хорватия. Еще пару цифр, чтобы просто осознать величие Месси. Сегодня он установит рекорд по матчам на ЧМ. Финал станет для него 26-м поединком. Лео уже первый по системе гол плюс пас за всю историю мундиалей – 11 голов и 9 передач. Семикратный обладатель золотого мяча, который на клубном уровне выиграл абсолютно все, а со сборной взял Копа Америку и Олимпиаду, пока не имеет лишь одного титула. И как бы сегодня его не пыталась остановить почти идеальная Франция, хочется верить словам Ибрагимовича. Все уже предначертано. Профессиональный спорт состоит не только из упорных тренировок, ответственных соревнований, выстраданных побед и опустошающих поражений. В нем тоже есть место юмору и курьезным ситуациям, без которых все было бы уж слишком серьезно. О том, какие забавные казусы происходят в биатлоне и как к ним относятся спортсмены – сюжет Александра Чеглакова. В спорте довольно часто происходят смешные моменты, которые становятся предметами для обсуждения. Футбол ими, конечно, славится больше всех. В биатлоне подобное случается редко, но когда случается, то без внимания тоже не остается. То Эдуард Латыпов перепутает финишный створ. То Дарья Домрачева стреляет из положения стоя во время лешки. Но на последнем этапе Кубка России по биатлону произошла более неординарная история. Ее главная героиня – призер Олимпиады в Пекине Ирина Казакевич. На самом деле, да, я бежала вот в этом черном костюме. Здесь сегодня очень тщательно проверяли аккредитации. Я разминаюсь в стартовом городке, она бежит женщина и кричит мне – молодой человек, молодой человек. Я оборачиваюсь, и она мне говорит – вам нельзя здесь находиться. И я говорю – я участник соревнований, и я думаю, эта девушка сделала мой день сегодня, повеселила меня. Конечно, сложно распознать кого-то, тем более мы все одеваемся, утепляемся. Нет никаких претензий, но это очень смешная ситуация. Вообще контролеры в «Жемчужине Сибири» через чур ответственно подходили к делу. Даже если у тебя есть аккредитация, но нет специальной манишки, то дресс-код не пройдешь. Да что говорить, даже чемпиона мира Антона Бабикова хотели выгнать из зоны для спортсменов. Только потому, что у него не было специального жилета. Ну, достаточно же строгие правила, и они зачастую расходятся с правилами на международных основаниях. Я не знал, что кроме аккредитации нужна манишка, может, там еще какие-то особенные носки, шапка, там еще что-нибудь такое. Но виноват, видимо, не изучил правила до конца. Под зоркий глаз контролеров попадал и Дмитрий Губерниев. Правда, там власть контролеров подавилась мощным авторитетом голоса биатлона. А олимпийскую чемпионку Луизу Носкову не хотели пускать в зону СМИ на стрельбище. Дескать, для почетных гостей выделена территория рядом. Оттуда выгоняли уже журналистов. Наденьте вашу манишку. Пожалуй, это самые популярные слова здесь, на «Жемчужине Сибири». Ой, кстати, нам здесь по зонам аккредитации нельзя находиться. Вот теперь все нормально. Мы, кстати, решили поинтересоваться у биатлонистов, какие еще курьезы с ними случались. У меня на Кубке мира судьи по своему, наверное, незнанию какому-то, когда меня обогнала Терелеков на французском этапе в гонке и преследовании, она меня обогнала на круг и меня сняли. Хотя у меня была такая ситуация, что на стрельбище случился курьезный момент, где не была открыта установка. И, по сути, мне должны были отнять время, мое время штрафных кругов. Выходя на старт, я шел без винтовки. И уже, когда подходил к старту, судьи говорили, а винтовка где? Я такой, оп, забывал. Я выхожу на старт, понимаю, что лыж у меня нет гоночных. То есть, и вот по рации передали, что у меня нет лыж, а там далеко достаточно до ваксов. Я в вакс побежал, у меня на встречу тоже бежали, лыжи взял. И вот уже стартовый городок открылся. На 15 секунд опоздав, я стартанул и выиграл гонку при этом еще. Сейчас каждый раз практически, когда я выхожу на старт, на желтом номере нет цифры. И каждый раз судьи у меня спрашивают, ты кто? Почему на тебе нет номера и что ты делаешь? Приходится как бы им объяснять каждый раз, что на этом номере не бывает цифр. Было такое, что мне перед стартом судья на маркировке оружия сказал, что у меня нечищено оружие, так нельзя. Ну, то есть, он просто это свое мнение высказывал. Но нельзя, конечно, так, ну, нельзя ничего спортсменам говорить перед стартом. Это, я думаю, было несколько непрофессионально. Мне надо, конечно, похвали, что Ирину переподали с мужчиной, потому что Ирина очень сильная фигура, и она очень сильная женщина, так скажем. А у меня, ну, бывают всяческие моменты, потому что, когда ты находишься в фокусе перед гонкой, ты можешь забыть и палки, и не зарядить обоим. Не припомню, честно. То есть, ты никогда ничего не забывала? Ну, в смысле, на стартом или что-то? Нет, не забывала. Вообще никогда? Вообще никогда. Ты ответственная? Конечно. От себя пожелаем биатлонистам, чтобы таких ситуаций с ними происходило меньше. Но даже если что-то подобное случится, то нужно отнестись с юмором, как Ирина Казакевич. На этой неделе великий Александр Овежкин забросил 800-ю шайбу в национальной хоккейной лиге. Тюменский воспитанник Кирилл Марченко только начинает свой путь за океаном. На этой неделе нападающий Коламбуса забил первый гол в НХЛ. Случилось это в матче против Лос-Анджелеса. Марченко на лед вышел в третьем звене и замкнул передачу Кента Джонсона. Гол получился значимым для команды. Она победила 6-5. Четырьмя днями спустя экстюменец оформил и второе взятие ворот. Мощным кистевым он поразил створ Тампы. Причем эта шайба для Коламбуса стала единственной в матче. Таким образом, до сегодняшнего рекорда Овежкина Кириллу осталось всего 798 шайб. Артемий Панарин в первый свой сезон в НХЛ отметился с 7-ю 10-ю 7-ю очками. Марченко нужно серьезно поднапрячься, чтобы приблизиться к этим цифрам. А вот достижение Никиты Кучерова в дебютный его год Кирилл побить теоретически может. У суперзвезды Тампы было всего 18 баллов. Форварду Коламбуса осталось набрать еще 16. Помимо Марченко на этой неделе за Флориду провел два матча еще один тюменец Григорий Денисенко. Он сыграл в четвертом звене и очками не отметился. Мы продолжаем следить за нашими в НХЛ. Тем более в лучшей лиге мира их становится все больше. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Было бы, наверное, совсем плохо, если бы после перерыва, после нашего разговора команда расслабилась и еще получила десяток. Но, наверное, да, счет подразумевал. Надо концентрироваться, надо стараться отыграться. Были матчи, когда команды проигрывали много мячей и вытаскивали. Мы тоже сегодня хотели, надеялись, но у нас сегодня не получилось, к сожалению. Действующие чемпионы пари Всероссийской хоккейной лиги из Тюменского Рубина декабрь начали с двух домашних побед, которых не пропустили ни разу. После чего команда отправилась на выезд, внезапно начавшийся с трех поражений подряд. Такие неудачные серии у Рубина уже были и в этом, и в прошлом сезонах, но там хотя бы случались проигрыши в дополнительное время, которые приносили команде очки. Здесь же лишь две завороженные шайбы и ноль турнирных баллов. Повод ли это бить тревогу? Попробуем разобраться. Рубин в выездной серии чемпионата пари ВХЛ потерпел три поражения подряд. В играх с омскими крыльями 1-4, новокузнецким металлургом 1-3 и красноярским соколом 0-1. Буксовать Рубин начал еще месяц назад. В десяти матчах с 17 ноября по 15 декабря Тюменца одержали только четыре победы, по две на выезде и в гостях. Фактически Рубин набрал чуть больше 50% очков от возможного – 11 из 20. Забросили 19 шайб, и это всего 1,9 гола за игру. Проблемы с реализацией у нападающих Рубина проявились со всей очевидностью. Команда забросила всего две шайбы, и из них одна в активе защитника Кирилла Кремзера. О том, что у Рубина есть нападающие, в игре с металлургом напомнил Алексей Дробин. Количество упущенных возможностей подсчитать сложно. На 15 декабря только один нападающий Никита Попугаев достиг отметки в 10 шайб. Правда, потенциальный лидер атак Рубина Денис Давыдов из-за травмы не выходил на лед с 29 ноября. На фоне голевого молчания опытных нападающих ушли в тени молодые форварды. Например, для 18-летнего Макарона Срединова игра с «Околом» стала 11-й без голов. Никак не получалось забросить у Егора Брютова и Егора Егорова. В Омске не пошла игра у вратаря Егора Назарова. В середине матча его заменил Алексей Щетилин. Показателен третий гол Крыльев. Фомич убежал сразу от троих, перевел шайбу на партнера и дальше все было делом техники. Игроки Рубина оказались в этом эпизоде статистами, явно уступив сопернику в скорости. Как и в концовке матча, когда четверо игроков Рубина просто-напросто не успели за полетом крыльев. В игре с Металлургом эта тенденция продолжилась. Соперник свободно катит к воротам Щетилина, бросает, а игроки Рубина наблюдают, как Максим Мальцев выводит команду вперед 2-1. Александр Федотов ошибся за своими воротами, но его вполне можно было подстраховать. Однако трое тюменцев стояли и смотрели, как соперник расстреливает Щетилина. В предыдущих матчах Рубина с Красноярским Соколом было заброшено 17 шайб, а 15 декабря всего одна. И этого гола вполне могло и не быть, если сразу пятеро тюменцев не сосредоточили бы свое внимание на Алексея Князеве и не заметили Александра Тарасова. И вновь нельзя не сказать о неиспользованных моментах тюменцев. Ну и за реваншем мы хотели победу, у нас до этого матча складывались не очень, в принципе, как и сегодняшний. Да, естественно, хотели побеждать. В Тюмени прошли матчи первого тура юниор-лиги по мини-футболу. У хозяев стопроцентный результат – 4 победы. Об основном составе этим парням, конечно, задумываться еще рано, но не исключено, что в недалеком будущем мы увидим их в составе дубля. Вот так красиво забивают тюменцы, играющие в юниор-лиге. Естественно, в перспективе грезят основным составом, но пока одна из задач – постараться в скором времени попасть в дубль. С садика начал интересоваться этим, и вот так получилось, что дали мини-футбол. Очень заинтересовал этот вид спорта. Ну да, конечно, есть желание попробовать свои силы в дубле, в суперлиге. Надеюсь, что там все получится, и буду хорошо играть. Возьму суперлигу, основную команду, ну и все. Основной, ну, Антошкин, потому что тоже капитан. Батрив забивает со всех позиций, хорошо показывает. Вот там еще есть хорошие игроки Гафтадзе, там, например, Упалев, Милованов. Ну, вот они все хорошие. От контратака Тюмени на 44-й минуте матча, хорошая передача Неведрова. Фролов не стал сближаться с Беспалом и выстрелил мощно, сильно. Александр Фролов – один из многих игроков в нынешнем составе Тюмени, кто не так давно прошел через дублирующий состав. Статистика показывает – выстроенная в клубе система работает. Собственно, это одна из главных задач, которые ставит руководитель Тюмени Александр Попов. Получается, что тем, кто проявит себя в дубле, дается шанс в основе. В этой связи на тюменском туре возник вопрос – а куда уходят игроки столичного ЦСКА, у которого нет профессиональной команды? Дальше они уже выходят в свободное плавание, так скажем. Поэтому, ну, много наших воспитанников играет по высшей лиге, там, в системе КПРФ очень много ребят, порядка девяти человек, если я не ошибаюсь сейчас. Поэтому, ну, есть плоды свои, есть хорошие ребята. Надеемся, что возродится у нас команда, чтобы уже непосредственно наши игроки выходили в команду ЦСКА. А можем ли мы увидеть в Тюмени игроков из ЦСКА? Я думаю, Тюмени и тот же ВИС, они не нуждаются, наверное, в таких кадрах привозных, потому что у них свои отличные школы работают, поэтому здесь, наверное, вопрос так не стоит. Если уж совсем какой-то суперталант, который где-то приглянулся кому-то, может быть, на него и будут какие-то выходы. А так, пока таких не было. Ну, как дома? Все здоровы? Да, все хорошо, спасибо. Грядет Новый год. Максимально семейный праздник. А потому и старты в его преддверии проводятся соответствующие. В Тюмени в спорткомплексе «Здоровье» соперничали команды, слаженность и сыгранность у которых, что называется, в крови. Самыми яркими моментами областного финала состязаний «Папа, мама, я – спортивная семья» с нами поделится Иван Лобов. И завтра был сын. Да, и ему было очень тяжело уступить сестре старше. Ну, просто сестре уже на следующий год не получится участвовать в силу возраста. Поэтому он по-мужски уступил ей место. Хотя он мне говорил, «Милан, вырастешь, со своими детьми будешь участвовать, дай мне возможность». Вот самый главный стимул сидит сверху. На самом деле, два года у нас был перерыв. Раньше в садике участвовали, в школах, в принципе, впервые, когда вот этот возраст пошел. Мы семья как бы физкультурников. Изначально сами со школьных времен занимались спортом. И поэтому, когда у нас появились дети, то непосредственно начали принимать участие в различных и семейных эстафетах, и на районном уровне, и на школьном. Ну, как видите, сейчас на городских соревнованиях принимаем участие на областных. У тебя как эмоции? Насколько тебе интересно? Зашкаливают. Очень сердце бьется сильно. Когда бежишь, голос отключается, и ты просто что можешь, что и делаешь. Слушай, а как надо правильно бороться с волнением? Надо смириться с этим. Какие эмоции? Вот такие. Мандраж. Волейбол, баскетбол так и трясет перед стартом. Как бороться с мандражем на таких стартах? Любить друг друга. Начинать самое главное. Хорошо, твердо и уверенно. Волнение есть. Вообще конкурсы интересные, сложные. Ну, хорошо, что их не очень много, как в прошлый раз. Вообще, вначале не хотела участвовать. Должен был участвовать Эрик, но пришлось. Вот так вот захотела потом я, поэтому сейчас участвую я. На следующий год будет уже участвовать Эрик. А мандраж присутствует? Боитесь, переживаете? Всегда. Да, всегда, как в первый раз. А как боретесь? Успокаиваться. На опыте уже. А у вас уже нет никакого волнения. На адреналине, на опыте все хорошо. Ты волнуешься? Нет. А почему не волнуешься? Потому что со мной всегда моя семья. Сложно. Ну, необычные конкурсы. Раньше в таких не участвовали. Поэтому сложно проходить. Здесь очень на меткость. На самом деле все сложно. Тут больше еще надо на сплоченность, на концентрацию, чтобы не растеряться. Да, очень собранным надо быть. А конкурсы очень крутые. И их, ну, не предугадаешь. Очень сложно начать, правда. Потому что потом идет ребенок еще. И если я что-то сделаю не очень точно, он может немножко так задергаться, скажем. Поэтому я очень старалась сделать правильно. Самое сложное – это первая клюшка и мячик проходить через конусы. А самое легкое – это перелезать через туннель. А вот для вас? Для меня клюшка – это вообще… Я не могу себе. Самая сложная клюшка. Преимущество, конечно, было в том, что выступали не первые. Как бы в этом плюс. И были моменты, которые можно было для себя уяснить. Ну и в целом уяснили то, что не надо торопиться. Как бы придерживались этого критерия. Ну и как видите, результат. Вообще мы изначально пришли только на школьные соревнования. Мы вообще не знали, что отберемся на город. Я даже не представляла, что есть столько градаций, что по уровню. Но это круто, что мы здесь сейчас. Ну немножко дома занимались. А Варвара, она у нас и так в спорте, она лыжница. Поэтому для нее как бы это в принципе не нагрузка, но это другое что-то. А это уже тоже надо этому учиться. Участие, безусловно. Общение, безусловно. Победа, как получится. Главный стимул – еще раз вон сидеть сверху. Больше всех хочет. Большое спасибо за внимание. Это все, о чем мы сегодня успели поговорить. Не переживайте, если пропустили какой-то из наших сюжетов. Найти, сохранить себе или переслать друзьям в соцсетях. Можно в группе Тюменской арены во Вконтакте, в Телеграм-канале и в Одноклассниках. Живите спортивно и по тюменскому времени. В студии работал Максим Яковлев. Увидимся через неделю в предновогоднем эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!